Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов». С вами Диана Кавелла и наш сегодняшний герой – удивительный человек. Композитор, автор текстов, аранжировщик, вокалист, знаковая фигура в музыкальном мире планетарного масштаба – Саша Виста. Саша, привет! Приветствую! Мы общаемся на «ты», договорились еще до съемок. Ты первый раз в Ульяновске? Да. Вот первые ощущения какие? Минор, мажор? Ну, я просто не видел пока город. Пока единственное, что я увидел, когда мы ехали на машине, я увидел воду. И она огромная просто. А я очень с большим трепетом отношусь ко всем проявлениям природным, таким, большие горы, большая вода. Но пока это самое яркое, что я увидел. В планах есть что-то посетить, куда-то сходить? Я хочу на воду. Ну, на реку или как это? Правильно, потому что она огромная просто. У нас их две – Волга и Свияго. Ну, на ту, которая поближе. А что ты знаешь о Бульяновске и области? Ну, вот, да. О Бульяновске я, наверное, ничего не знаю. У меня есть друг, барабанщик Толя Абрамов из группы «Аракс», который здесь родился. Но про дедушку Ленина я вообще не хочу рассказать. Тогда скажи, как ты оказался? Знания настолько скудны, тем не менее, что пригласил? Как я оказался здесь? Меня пригласил мой друг Миша Павлов. Зачем? Я думаю, что больше гастрономическая составляющая. И еще я играю концерты сегодня вечером. Саш, часто ли в твоей жизни случаются гастроли, командировки? Достаточно. Я не очень люблю ездить, на самом деле. Но достаточно для того, чтобы я был доволен. Достаточно. Есть любимый город в стране? Город страны нашей? Москва. Потому что я там родился, мне сложно поменять. Потом, наверное, Питер, потому что я там был часто, очень часто. Когда я работал в театре, мы ездили очень часто в Ленинград. Поэтому, наверное, Питер. Ну, центр, конечно. Потому что окраины, они все одинаковые. Если окраина Ленинграда или Петербурга, это то же самое, как окраина Москвы. Ничем не отличается. Ты много жил и работал за границей. Там тебе комфортно? Да, мне там комфортно. У меня вообще скандинавская философия, что я всегда в дороге. Что я всегда еду куда-то с целью какой-то. И все, что я приобретаю, причем любое, материальное или какой-то опыт такой, я считаю, что это трофеи. А есть ли какие-то ментальные привычки, которые ты привез из Скандинавии и верен им? Мне кажется, что скандинавский вообще этот эпос, это эпос бойца. Что ему не страшно умереть. Что идея и борьба важнее, чем то, что с ним случится. И вот этот эпос, он очень-очень сильный. Он не остался в Швеции, к сожалению, но он остался в литературных источниках. И он мне очень нравится. Потому что шведы сейчас, они такие же, как любая другая европейская нация. Но если копнуть на тысячи лет назад, это было, конечно, очень интересно. Но это не только у шведов. Но это же история про викингов. Да, но дело в том, что эпоха викингов была очень короткой. Всего 250 лет примерно. Но все равно вот эта идея того, что ты боец, и что ты можешь спокойно проплыть несколько тысяч километров, чтобы что-то там сделать, вернуться обратно на родину, вот она мне близка. Поэтому я ездил часто. Интересно. Близки идеи бойцов, викингов, а музыка очень лиричная. Потому что другой стороной мне интересен Восток. Как, например, Япония и Индия. Хотя это две тотально разные штуки. Но мне очень нравится Япония и философия японская тоже. И очень нравится Индия. И философия индийская. С Востоком соприкасался? Я не был ни там, ни там. Но я очень хочу и в Японию, и в Индию. Но я очень много знаю и про то, и про то. Уж про Индию точно очень много. Меня с детства, Саша, интересовал вопрос. Вот ноты всего Си. Когда закончатся комбинации? Мне кажется, что они закончились уже. Что на самом деле осталась только экспрессия. То есть, если мы знаем, что, например, Глен Гульд играет лучше всех Баха. Потому что он посвятил этому всю жизнь. То есть, ноты те же, но просто конкретный Глен Гульд условно лучше, чем другие люди, которые играют Баха. Поэтому только экспрессия. То есть, интеллект человека, который воспроизводит записанные ноты. А если он сочиняет, то тоже. Это все равно преломление интеллекта. Что он читал, что он ел, какой образ жизни он ведет. Вот это никогда не закончится. Потому что, как у кошек, как оказалась вот эта часть на носу, у кошек никогда не повторяется. Как у нас отпечаток большого пальца. Никогда. То есть, люди уникальные, я считаю, что да, факт. Каждый человек, мне кажется, уникален и никогда не повторяется. То есть, есть, конечно, типажи. Вот как мужчине нравится один и тот же тип женщины. Да. Но люди уникальны по своему генофонду, раз, и по опыту, который они успевают прожить от рождения. И они становятся уникальными. То есть, с такой интонацией произнес, мужчинам нравится один и тот же тип женщины. Скажи, какой у тебя музыканта очень тонкого идеал женщины? Мне нравится женственный идеал женщины. Мне не нравится, ну, к сожалению, женщины сильно спортивного телосложения с короткими волосами. То есть, у меня сразу знак вопроса. Мне кажется, что вот эти гендерные отличия... Ой, у меня длинные волосы. Пардон. Но все равно, мне нравятся женственные женщины. То есть, грубо говоря, Ирина Алферова. То есть, мне нравится такого типа женщины. Банальный вопрос, но женщины вдохновляют? Да, я думаю, что это биологический, к сожалению, вопрос. Они вдохновляют не потому, что это что-то Петрарка, а потому, что просто мы так устроены. Очень многое идет как раз от того, что нам досталось от эволюции. Что продолжение рода, защиты, опора и все такое. Какой процент удачных произведений твоих, на твой взгляд, был связан с тем, что ты был in love? Ну, на самом деле, мне кажется, это было раньше, когда я был чуть младше. Тогда они, наверное, каждая песня рождалась по этому поводу. А сейчас Индия и Япония. А сейчас больше философии, на самом деле. Больше того, кто мы такие, зачем мы в жизни. Но это должно так быть. Если бы я 88 лет писал бы про девочку, которая мне нравится, наверное, это была бы статья. Саша, извини за то, что затрону, возможно, деликатную тему. Твои родители глухие или слабослышащие? Глухие. А ты музыкант, ты поешь. Они слышат твои произведения? Нет, они не слышат. Они не слышат. Мой папа потерял слух в 2 года, мама в 8. То есть мама хотя бы помнит, как она слышала птичек и машины проезжающие. Папа, естественно, этого даже ничего не помнит. Но они знают, что я музыкант. И у меня была единственная идея, как донести им хоть как-то опосредованно, что я делаю как музыкант. Я просто попросил в сети, чтобы люди написали, уважаемый Нина Владимировна, Виктор Алексеевич, ваш Саша поет вот так, двоеточие. И там человек 60-70 написали. И я распечатал на принтере, сброшировал и подарил им. По-моему, на день свадьбы. По-моему, на 50 лет свадьбы. И вот когда они читали, о, надо же, ты вот так, оказывается, поешь и так далее. Потом и фильм сняли документальный случайно обо мне. И он был на час. И там они тоже смотрели. Было понятно, чем я занимаюсь. Потому что там прям кусочками про все, что я делал, более-менее значительного, они видят. Но физически услышать они не могут, к сожалению. Ну, не могут. Удивительно, удивительно. Важно ли для тебя, как для ребенка, чтобы твои родители гордились тобой? Я думаю, что да. Важно, конечно. Потому что даже вот с Фредди Меркой была такая же история, когда он был маленький. Родители хотели, чтобы он был дизайнером или кем-то. Они не хотели, чтобы он был музыкантом, пока он не стал известным музыкантом. То есть, когда успеху... Я думаю, у меня это началось тогда, когда я попал в Линком. Тогда мои родители подумали, ну надо же, ну в Линком же не берут вообще, кого попал. Значит, он, наверное, что-то из себя представляет. А до этого они просто не верили. А в Линком я пришел работать, мне было 24 года. То есть, до этого времени они думали, ну, чепухой занимаются. Ну, многие родители не верят в то, что сын станет хорошим музыкантом, таким вот известным. Были ли у тебя мысли поступать в немузыкальный вуз? Я поступал уже. Я на приборостроение учился полгода, но я не смог больше, потому что это очень было для меня скучно. И мне кажется, я абсолютный балбец в этой территории, на этой территории. А потом я поступил на дефектолога, вот, собственно, на учителя глухих детей, в педагогические. Там я проучился, три курса и ушел. Но это мне было хотя бы интересно, потому что я их понимал. То есть, почему-то интересная была такая особенность, что преподаватели считали, что дети не должны говорить жестовым языком. Что они должны читать с губ, и тогда они лучше ассимилируются в обществу. А я считал, что наоборот, что это такой же язык, как финский или любой другой язык. Жестовый язык очень красивый. И в нем есть какие-то плюсы, которых нет вот в таком языке, о котором мы сейчас разговариваем. Вот, поэтому я говорил преподавателям, вы не правы, я из семьи глухих людей. Я знаю, что жестовый язык им нужен. И как бы вы ни запрещали, ни били по рукам, это не надо делать. Наоборот, надо учить жестовому как можно быстрее. Вот, поэтому вот я учился, это была моя профессия. Но я работал в интернате для детей год, и потом ушел музыкой заниматься. Один его сбросил, второй его сбросил. Гнесинка? Я поступал, мне не взяли. Там неталантливых не берут. Зачем им неталантливых? Они талантливых берут. То есть у тебя нет высшего образования? У меня нет законченного высшего образования. Законченного высшего образования. Меня очень потрясла история про замещение Фила Коллинса, когда я ее прочитал. Как ты узнал об этом конкурсе? Дело в том, что в тот момент я работал в Лондоне, когда это было. У меня был менеджмент компании, которая мной занималась. Это они мне сказали. Они мне позвонили, сказали, стоишь или сидишь? Я сказал, стою. Сядь. Я говорю, что такое? Ну вот ты остался одним из трех финалистов на замещение Фила, и надо срочно открывать счет в банке. Я сказал, меня устраивает, в Сбербанке можем или в каком? Я еще. Не-не-не, мы у себя тут на островах откроем. Вот, ну я удивился, конечно, очень, но взяли не меня. Но когда меня не взяли, я не расстроился, потому что в этот момент я работал в группе, и было бы очень сложно сочетать, а бросать я бы не стал. Тот, кого взяли, объективно сильнее? Нет, вопрос британец. Гораздо сложнее взять русского, который непонятно, валенки, там, красная икра, медведи. Они же, они по-прежнему, эти стереотипы, тогда существовали. Мало ли кто этот русский. А так они взяли своего. Может быть и правильно сделать. А как проходил конкурс? Он в основном и записи был. Я даже не ездил никуда. То есть они слушали записи, и я думаю, что, наверное, какой-то этап должен был быть уже когда. Ну вот мы тебя берем, приходи на репетицию. Но до этого я не дожил, до этого этапа. А когда и где ты начал учить и выучил английский язык? Ну вот я не учил нигде, у меня была тройка в школе. И на экзамене, когда я сдавал, я рассказывал, короче, я это уже рассказывал. На экзамене у меня была... Не мне. Нет, это в кино было, я просто вспомню, где я рассказывал. У меня была учительница, которая была, к сожалению, она умерла год назад. Вот, она была нестандартная, неординарная. То есть она любила Битлз, там, и такая она работала стюардессой до школы. В общем, такая была неординарная. Вот, и я ей сказал, Людмила Петровна, я очень люблю группу Куин. И давайте я им расскажу по-английски на экзамене про группу Куин. И если я расскажу классно, поставите мне пять, и тогда в эти статы четыре. А так у меня были тройки. И это вот прошло. Я рассказал очень хорошо, и она мне поставила четыре в эти статы, пять за экзамен. Вот, а учил я сам. То есть я разговаривал с носителями языка, читал книжки. У меня была подружка в институте как раз на дефектологии, Маша. Мы сидели просто на одной парте. Причем без лямура просто мы были друзья. Что-то странно, говоришь, не бывает, но вот было. И она мне сказала, Саш, ты читаешь книжку, если ты не понимаешь какие-то слова, ты просто пропускай. Тебе подсознание потом подскажет, что эти слова означали. Просто читай как можно дальше, как можно дольше. И мне кажется, что вот это работает, рабочая схема, как ребенок, например, если он разговаривает с мамой, мама сказала синхрофазотрон. Ребенок не знает, что это такое, но он потом поймет. А дальше он скажет, мам, дай мне вот стакан молока. То есть, а потом он вырастет. Вот, и мне кажется, у меня так случилось. Ты воспринимчив к советам взрослых, а сам даешь детям советы? Детям я, наверное, не даю советы, потому что разница в опыте. Мы находимся в разных позициях, поэтому мой совет будет звучать как жужжание мухи, и мне кажется, бесполезно. А что бы ты вот обязательно хотел заложить в их мозг? Детей? Мне кажется, самое главное для меня, ну, по крайней мере, для мальчиков, я не знаю, как девочки вырастают, для мальчиков, мне кажется, должна быть уяснена прям сразу ответственность за то, что ты делаешь. Что все, что с тобой происходит, это результат того, что ты сделал. Если ты разбил чашку, ты разбил чашку, ты отвечаешь за то, что ты ее разбил. И вот эта ответственность у мальчика, она должна сразу же сформироваться, что что бы с ним ни случалось, он должен понимать, что это результат моих действий. Вот эта ответственность очень-очень важна. Да. В Греции считали, что для того, чтобы выросла гармоничная личность, она должна разговаривать на языке иного государства, владеть боевым искусством и играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ты согласен с греками древними? Ну, мне кажется, этот список неполный. Ну, а чего не хватает? Ну, а что было, я уже забыл. Боевое искусство, музыкальный инструмент, иностранный язык. Все, ты гармоничнее. Мне кажется, что нужно очень много читать, этого нету, да? Мне кажется, что нужно общаться с природой, этого очень мало сейчас в обществе, это нужно делать. И это проблема? Да. Люди не умеют созерцать. Как это делать? Как это делаешь ты? Ну, вот я, например, жил, пардон, когда в Стокгольме, и уходил на каком-то там ущелье, и садился даже не в лотос, потому что у меня ноги так не растянутся, просто по-турецки садился вот так и смотрел на это ущелье. И я думал, что если я все делаю правильно, то будет какой-то знак. И летит вот такой вот огромный, как отсюда вот до этой стены, ореон, и пролетает вот так вот надо мной. То есть я понимаю, что любой материалист скажет, ну, это случайность. Для меня это не случайность. Просто поскольку мы живем в урбанистических вот этих структурах, то где у нас природа? Природа почти не осталась. Поэтому я хочу на Волгу сходить, потому что она же все равно природа, в отличие от асфальта и плитки. Очень многие гости нашего города говорят, что она заряжает. Вот жаль, что мы, живя здесь, не все умеем пользоваться этим богатством. У меня такой вопрос. Языки лучше усваиваются теми, кто музыкально одарен. Согласен? Конечно. Почему? Потому что ухо музыкальное слышат. Ну, это касается в основном произношения. То есть орфографии это не касается. То есть любой человек, наоборот, с аналитическим умом прочитает учебник и быстрее запомнит правила. А человек, который слышит, ну, как музыкант, слышит тонко, то он быстрее воспроизведет произношение. У него не будет акцента. У меня второе, скорее всего. Я не люблю правила. Саша, твоя биография на разных своих этапах была переплетена с такими именами, как Брайан Мэй, Джензис, Куин. Это все происходило так же, как с прослушиванием на замещение Филы Коллинса. Они сами набирают. Или ты искал пути к тем, кто тебе нужен и интересен? Я вообще верю в то, что когда ты ставишь цель, она начинает работать на тебя. Это даже во многих книжках написано. Как только ты начинаешь работать на цели, она автоматически начинает работать на тебя в обратную сторону. Поэтому мне всегда хотелось каким-то образом коснуться Куин. Потому что я был их, безусловно, и поклонник, и Фредди, и всех остальных. И расскажи, каким образом ты коснулся. — Наверное, со стороны это бы казалось, что это случайно. Мы познакомились, мы были в группе, группа называлась «Эго». Мы познакомились с британским продюсером, с менеджером, который стал нашим менеджером. Как бы мы подписали договор. Он был другом группы «Смоуки». Такая чуть-чуть древняя группа, которая жила в Йоркшире. И он жил в Йоркшире, в городе Лидс. Там, наверное, есть даже футбольная команда какая-то. А «Смоуки» были очень популярны в Германии. То есть это долгая-долгая дорога в дюнах. «Смоуки» были очень популярны в Германии, и «Куин» были популярны в Германии. Они выпускались на одном лейбле, на одной компании. И получилось так, что «Смоуки» сказали, что здесь есть такие русские пацаны, их надо обязательно послушать. И менеджер этот позвал менеджера «Куин» с собой. И мы собрались все в Лондоне. Причем менеджер «Куин», Джим Бич его зовут, он живет в Монтрео, в Швейцарии. Он прилетел на студию, на которой мы должны были сыграть 30-40 минут. И вот директор этой компании из Кольна тоже прилетел. И мы сыграли этот сет. И после этого мы сидели, разговаривали. И я сказал, Джим, ну вот а сейчас ты куда? Ты вот прилетел из Монтрео. Он говорит, ну вот я сейчас обратно. То есть я прилетел только для того, чтобы вас послушать. И для меня это было, ну это не Фредди, Фредди к тому времени умер уже. Но, по крайней мере, Джим сказал, что у тебя очень красивый голос, один из немногих в мире, включая Фредди. Я не знаю, может быть это был реверанс, но для меня этого было достаточно, чтобы просто, ну как сказать, дойти до него и услышать это. Вот. А потом Брайан приезжал в Москву с концертами, и Джим просто нас посоветовал как разогревающий состав. Ну перед каждым большим концертом есть группа разогрева, которая играет перед ними, перед главным. Потрясающая история. Сейчас в жизни столько же драйва, сколько вот в топе? Очень много. Очень много. Я прям не знаю, что с этим делать. Надо что-то седативное. Цель есть? Цель есть, да. Она больше предназначения. То есть цель вот именно такая, как я хочу вот это. Это на самом деле практический вопрос. Это не стратегическая задача. Стратегическая задача мне ясна. Я знаю, зачем я просыпаюсь каждое утро. А потом каждый день наполняется маленькими-маленькими делами, которые эту стратегическую задачу выполняют. Зачем ты просыпаешься каждое утро? Я считаю, что я должен делать музыку и делиться ею. Потому что это лучшее, что я умею делать. Учишь ли ты музыки тех, кто тянется к этому? Я не очень умею учить музыки. То есть я считаю, что вообще, если человек, например, не предназначен к этому, я ему говорю как надо, он не слышит. Мы как, так сказать, на разных языках разговариваем. Я не могу передать, он не может воспринять. Поэтому преподаватель из меня очень плохой. Мамочки, которые отдают детей на саксофон, фортепиано, другие музыкальные инструменты, они правы или нет? Есть такая Татьяна Черниговская, профессор ленинградский, петербургский, она говорит, что человек в любом виде, когда он соприкасается с музыкой, его мозг активно развивается. Поэтому если ребенок не стонет, то лучше пусть он ходит и занимается музыкой, просто потому что это его развивает. Так же, как раньше было танцы, стихосложение, музыка. Это просто были дисциплинами, которыми надо было заниматься. Вот я так же считаю. Если он прям не кричит, что заберите меня оттуда, то пусть походит. Саша, считается, что музыкант и вредные привычки идут рука об руку. Считается многими, а абсолютно большинство. Может быть, на каком-то числе. Скажи, ты подтверждаешь это? Мне кажется, что вот эти вредные привычки – это прерогатива молодости, когда кажется, что ты живешь 100 лет, и ты будешь курить сигареты по 2 пачки каждый день, пить много алкоголя, и тебе ничего не будет. На самом деле, очень многие музыканты взрослые, которые сейчас очень взрослые, они как раз уходят на трезвый и чистый образ жизни, потому что это лучше для здоровья, ты дольше живешь и дольше, опять же, занимаешься своими стратегическими задачами. Вот я так же считаю. То есть я, к счастью, вообще обошел все вот эти транквилизаторы, то есть меня вообще никак не коснулись. Естественно, я пил спиртное в армии, я курил сигареты и после курил. Но как только у меня звякнуло, что это очень вредно, я сразу перестал это делать. Здорово. Но в твоей жизни сейчас есть ЗОЖ? Конечно, да. Расскажи об этом. Я занимался разными вещами, потому что, например, я знаю точно, что зал это не мое. Вообще любое коллективное занятие спортом, оно почему-то не мое. То есть даже если взять, например, йогу, и есть инструкторы в зале, ну, грубо, условно, 10 человек, то каждый из этих людей встанет в позу по-особенному. И этот инструктор пройдет, и каждому скажет, вот тебе тут мизинец вот сюда, тебе плечо вот туда. Мне некогда слушать, когда он обойдет 9 человек, мне нужно самому с собой заниматься. Поэтому, когда я занимался йогой, я занимался сам, самостоятельно. И мне кажется, что в йоге, в отличие от любой гимнастики, важно, что слышать, что твое тело в этот момент делает. В любой позе, в которой ты находишься, ты должен понимать, что сейчас тянется, что сейчас зафиксировано и так далее. Мне гораздо проще это самому делать. Поэтому зал, вот, ну, вот железки, например. То есть я, каждому, конечно, свое, но я против, например, железа, потому что, когда ты занимаешься, ну, грубо говоря, ты поднимаешь гантели на бицеп, все остальное не работает. То есть даже есть специальные всякие устройства, которые блокируют остальные мышцы. Вот мне кажется, это неправильно. То есть тело должно работать так, как оно работало бы, если мы по-прежнему бегали под джунглей. Как ты пришел к ходьбе со скандинавскими палками? Сначала я начал ходить. То есть мой товарищ, который выглядит... Почему не бегать? Бегать, потому что удар на сустав. То есть когда мои 100 килограмм падают на сустав, то со вставом больно. То есть лучше экономно расходовать. И товарищ мой, который прекрасно выглядит, он у меня сильно старше, но прекрасно выглядит, просто я говорю, слушай, я взмолился, Сережа, что делать? Он сказал, сначала ходи, вот просто ничего не делай, утром встал, стакан воды и пошел. Проходишь 5 километров активно, там, 120 ударов в минуту сердца, да, и возвращаешься. Только сам себе не ври и не прерывайся. Вот пройди месяц, скажешь мне. Я прошел минус 6 килограмм, вот за это время. Вот, и потом я бросил, потому что я музыкант экстравагантный, поэтому я забросил. Вот, но в какой-то момент у меня опять постучало, слушай, Саша, а что ты бросил? Вот, и я стал как-то случайно про эти палки скандинавские читать, и оказалось, что они очень эффективные. Что работает в два раза больше мышц тела, почти все, 90% тела работает, когда ты идешь с палками. Но ты должен знать, как ими отталкиваться, потому что это не просто ты их переставляешь, ты должен толкать тело. А тебя кто научил? Ну, это видео уже, куча видео, да. Они не сильно недавно же придуманы, они в 70-х годах прошлого века придуманы эти палки. В Финляндии, когда было лето, и лыжникам нечего было делать, они придумали эти палки. И я походил с палками тоже где-то примерно месяц, и этот эффект был невероятный, очень полезная штука. В питании себя ограничиваешь? Я стараюсь. Когда я буду ограничивать, я вам скажу. Вечером посмотрим. Часто ли ты даешь концерты? Я стараюсь часто, да. А бывали случаи исполнения с симфоническими оркестрами? Да, ну вот мы делали Чайковского с Гнесинской школой, с дирижером Михаилом Хохловым. Мы делали Чайковского «Мои слова» и «Времена года». Это было волшебно. У нас тоже есть симфонический оркестр. Как ты думаешь, могло бы у вас что-нибудь получить? Конечно, могло бы. Чайковский прекрасен, я еще жив. Мы можем. Оркестр есть, мы можем. А с кем бы ты хотел спеть дуэтом? Берем весь сильный шар. И все поколения музыкантов. Живые и не живые. Ну, если из русских, то я бы хотел спеть с Андреем Сапуновым. Мне кажется, что мы похожи. И ментально похожи, и по тембру голоса похожи. А за границей много людей, с которыми я даже не назову. Ну, потому что с Фредди он бы мне сказал, ты кто такой? То есть он бы со мной не стал бы петь. То же самое бы Стинг сказал. Ну, почему, если его, так сказать... А зачем? Опять же, зачем ему или зачем Стингу? Они прожили оба огромную творческую жизнь. То есть у меня нет, кстати, никогда не было такой мысли, с кем бы я хотел спеть. С Андреем я просто думал об этом, поэтому я думал, что я хочу с ним спеть. А про заграничных я, честно говоря, даже не знаю. А ты слушаешь музыку вообще? Все те хиты, которые есть на радио, появляются? Я слушаю, да. Потому что я же работаю не только для себя. Иногда просто то, что я делаю для других, связано с конкретным жанром. Например, рэп. Мне приходится залезать на чарты Билборд и слушать, кто у них на первом месте, помимо Эминем. Там же много других рэперов. Они там две недели один альбом, две недели другой альбом. И этого я очень-очень много слушаю. И вообще в любом жанре я слушаю очень много музыки. Ольгу Гузову слушаешь? Нет, я слышал только фамилию. Она симпатичная, я честно говорю. Монеточка, Гречка. Гречка это, по-моему, космонавт, да? Пожалуй. Космонавт. А Монеточка, она певица. Нет, это я не застал. Я знаю, что у тебя есть страничка на Фейсбуке. Для тебя важна активность в соцсетях? Для меня Фейсбук это просто способ быстро узнать, у кого что происходит и быстро рассказать, что у меня происходит. Не просматриваешь уведомления ленты? В смысле, кто мне что написал? В принципе, что происходит. Конечно, конечно, я просматриваю. Достаточно долго. В течение дня я могу час-два листать, у кого что происходит. Ну и сам я выкладываю, чтобы людям было понятно, что со мной происходит. Где ты отмечал прошлогодний Новый год? Прошлогодние и новогодние праздники? По-моему, Новый год я все время встречаю дома. И в этом году будет так же? Думаю, что да. Желание загадываешь? Нет. Почему? У меня нет желаний. У тебя нет мечты? У меня нет никакой мечты и никакие желания. Ты же творческая личность. Нет, у меня есть только предназначение. И что я могу для этого сделать? У меня нет желания. Я не хочу хорошую машину, грубо говоря, или большой дом. А какая у тебя машина? У меня машина называется Ниссан Микро. Один и два. Она же маленькая. Это очень удобно. Я очень экономный. Мне легко парковаться, и я редко заправляюсь. Ты аскет? Просто это не одна моя машина. Одна из них Микро. Одна из них, которую можно в интервью? Я аскет, да, на самом деле. То есть, грубо говоря, физические обстоятельства, которые сложные, там мороз, холод, дождь, мне все равно. Абсолютно все равно. Это в армии. Мне говорил мой начальник. Вот видишь, дождь идет, тебе плохо стоять на посту? Я говорю, да. Он говорит, видишь, вот там из трубы, как дождевой трубы, сливается поток. Встань туда, тебе там еще хуже будет. Вот, поэтому я все время эту фразу и вспоминаю. Поэтому, если обстоятельства не очень хорошие, я воспринимаю как викинг. Но это плохие обстоятельства, их надо пережить. Потому что идешь куда-то. Ты очень интересный собеседник, и, конечно, я буду наблюдать за тем, что будет происходить дальше в твоей жизни. Скажи, пожалуйста, какие у тебя творческие планы? Я хочу новый альбом. А сколько у тебя вообще альбом? Ну, русских у меня три и два английских. Но я хочу новый альбом, потому что мне кажется, что я готов уже, что все, что я уже спел в прошлом альбоме, я уже выработал. То есть, все понятно, это уже как бы архив. То есть, мне хочется новый опыт, новые эмоции в новом альбоме. Это я прям очень хочу. Какое будет настроение у альбома? Мне кажется, оно будет более философское, менее романтическое. Потому что про любовь я тоже чуть-чуть устал уже петь. То есть, каждый следующий альбом будет все лиричнее и философнее? Нет, почему? Меня может бомбануть. Я могу про социум, например, что все не так хорошо, как нам бы хотелось. То есть, могло бы быть про это. Будем с нетерпением ждать выхода твоего нового альбома. Желаю, чтобы на этом пути не было никаких препонов. Спасибо, Саша, огромное за интервью. Хорошего концерта. До встречи на концерте. До встречи на концерте. Я была очень рада с тобой познакомиться. И я тоже. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов» и наш герой Саша Виста. Слушайте хорошую музыку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова